Важный момент, что стоит различать риск и проблему. То, что дождь, возможно, пойдет на небе тучки, это риск. То, что дождь уже идет, это проблема. Поэтому, когда мы говорим о управлении рисками, то мы смотрим на события, которые будут в будущем, а не на то, что уже произошло. Вот, пример из проекта. Допустим, у вас не хватает девелопера для того, чтобы сделать продукт вовремя. Это у нас проблема, уже конкретно их не хватает. Если мы находимся на начале проекта, мы планируем, и у нас на сейчас девелопера хватает, но есть риск, что в будущем появятся новые требования, и их будет не хватать, то тогда это риск. То есть, сейчас проблема, в будущем риск. Вот, здесь определились. Какие же преимущества могут быть у риск-менеджмента для нас? То есть, зачем нам это нужно делать? И на самом деле их просто огромное количество. Я выписала несколько из них, которые, как по моему мнению, наиболее имеют весомое значение и могут доказать, что риск-менеджмент крайне необходимая дисциплина. Project Success. То есть, повышается вероятность того, что проект достигнет успеха, когда мы используем риск-менеджмент, за счет того, что мы все подводные камни сможем выявить заранее. Мы просто их опишем и устраним, и мы пройдем по чистенькой дорожке, подметенной, убранной. Не спотыкаться мы, может, и будем, но только на том, на чем мы не заметили, но максимально комфортно дойдем до цели. Это реалистичные сроки, ресурсы и расходы. То есть, когда мы оптимистично предполагаем, что мы закончим проект за два месяца, обычно происходит, что он заканчивается за четыре. Если бы мы клиенту сразу сказали, что у нас проект в худшем случае закончится за четыре, в лучшем за два, но, скорее всего, за три, то клиент уже бы рассчитывал, какую сумму денег он на это потратит, когда он будет ожидать этот проект и готовится уже непосредственно свои планы строить под это. Быстрое решение, точнее, раннее решение проблем. Когда у нас проблема наступает, то это всё, пожар горит, всё, нужно всё бросать, решать эту проблему. Если мы изначально этой проблемой начали заниматься, когда она ещё не стала проблемой, то есть мы просто подумали о вероятности того, что она может возникнуть и убрали всё, это все возможные факторы, которые могут сделать так, чтобы эта проблема осуществилась, то её не будет, и мы потратим минимум усилий, не будет никакого пожара, всё будет спланировано заранее по полочкам. Увеличивается какой-то профит, то есть для нас мы можем получить больше профита, если, допустим, проект, который является по контракту FixedBit, и мы запланировали, что он будет идти определённое количество времени, учитывая все риски. Проработав риски заранее, мы проект можем закончить раньше, получить сумму всё равно оговоренную заранее, таким образом ресурсы могут раньше освободиться, либо мы можем сделать какие-то дополнительные фичи и модули, которые клиент не ожидал, для него это будет приятным бонусом. Уменьшение стресса. Когда мы работаем в состоянии неопределённости, то мы очень волнуемся. И это нормальная человеческая природа, все волнуются, когда мы не знаем, что будет, что будет, как пройдёт и что делаем дальше. Когда у нас чётко есть план на абсолютно все случаи, которые могут произойти, то команда, во-первых, работает спокойно, а если случай происходит, то команда реагирует, опять же таки, спокойно, потому что знает, что делать в конкретной ситуации. У нас повышается профессионализм и репутация непосредственно вас, как проект-менеджера и компании в целом, потому что вы спокойно себя ведёте, вы знаете, что делать в любой ситуации, вы предвидите события, которые могут произойти, скажите, что это прям, как я говорю, сразу повышается, сразу доверие и репутация к таким людям. У нас появляется какая-то гибкость, благодаря тому, что у нас появляются альтернативы. То есть мы знаем, что если мы пойдём по одному пути, мы столкнёмся с одними проблемами, по-другому мы столкнёмся с чем-то другим. Таким образом мы можем сравнить, что для нас более выгодно, и пойти или по одному пути, или по-другому. Например, мы на начале разработки программного обеспечения выбираем, каким языком мы будем программировать. У нас есть на выбор два языка программирования. Один, допустим, очень редкий, в котором специалистов есть две штуки на всю страну. Но им проект будет написан за две недели, будет работать отлично, никаких проблем. Второе, язык программистов, которые есть просто где угодно, там какой-нибудь PHP, но им проект будет писаться там два месяца, и нам нужно ещё пару тестировщиков, чтобы выявлять ошибки и тестировать в разных браузерах. Оценить риски. Риск, в первом случае, не найти этого специалиста, либо он будет стоить столько, что у нас выйдет за рамки бюджета, либо мы его найдём, но не вовремя. Во втором случае, у нас могут быть много ошибок, у нас могут конкуренты выйти раньше на рынок, чем мы выйдем, потому что будем дольше разрабатывать. Либо мы не сможем найти специалистов, которые будут качественно писать, попадём на кого-нибудь, кто не настолько хороший специалист, как нам бы хотелось. Но у нас в любом случае уже есть альтернативы, благодаря тому, что мы продумали, какие риски могут возникнуть по нашей разработке. Ну и открытие новых возможностей. То, что я только что рассказала, мы можем использовать, мы сразу продумывая, что у нас может возникнуть какая-то ситуация, то мы рассматриваем другие возможности, которые нам дают какой-то выбор, и мы можем даже найти более оптимальный вариант для решения какой-то проблемы. И мы определяем последнее преимущество, которое я описала. Это мы определяем ответственность, уровень ответственности. То есть уже зная, что может возникнуть какой-то риск, мы знаем, кто за него ответственный. Например, нам нужно получить от клиента требования для того, чтобы начать нашу работу. Мы определяем, что у нас есть риск, что требования могут быть даны не вовремя, с задержкой. И изначально, если этот риск прописан, и написано, что ответственный за него клиент, то клиент будет нести всё, что за риском последует. То есть если он даёт спецификацию нам не вовремя, то оплачивает простой сам клиент, а не мы. Если бы мы этого не прописали, если бы мы просто сказали, окей, начинаем работать, с этого момента клиент нам уже платит деньги, требует от нас какую-то работу, а из-за него нет спецификации, то риски на нашей стороне. Мы на простой должны делать какую-то работу, иначе потом мы не успеем закончить вовремя к нужному сроку проект. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова